Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала ulpravda.ru. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Поставить кафе и озеленить. О чем думают архитекторы на фестивале Urban Fest? План поздравлений автобусных перевозок. Что ждет город в ближайшем будущем? Качество и безопасность ульяновских дорог оценили эксперты Дорожной инспекции Общероссийского народного фронта. Как Ульяновская область отметила День России? 12 июня Ульяновская область вместе со всей страной отметила День России. В этот день на территории региона под слоганом «Россия – разная, Россия – единая» прошло более 300 мероприятий. Многообразие и достижения России были представлены на тематических площадках. Подробности в материале Ирины Антоновой. Тема национального единства в День России в Ульяновске звучала во всем – и в оформлении, и в праздничной программе. На площади Ленина возвышались гигантские матрешки в национальных костюмах. Торжественная церемония открытия праздника прошла под названием «Народы едины под солнцем России». Юные артисты первыми поздравили ульяновцев на языках разных национальностей, которые проживают в нашем регионе. Отсюда с площади делегации от участников церемонии направились на возложение цветов к памятникам прославленных национальных деятелей и знаменитостей, установленным в Ульяновске. Самым главным моментом праздника, конечно, является поднятие флага Российской Федерации. Ульяновцев поздравили почетные гости и губернатор региона. «Только у нас, дорогие друзья, в далеко не самом большом регионе России, но в центре России, в сердце России, проживают люди свыше 120 национальностей. Я с огромным удовольствием еще раз хочу поздравить наш многонациональный народ, проживающий в Ульяновской области всех представителей этих народов с этим замечательным праздником». Гвоздем программы стало выступление славного казачества, участников первого всероссийского казачьего фестиваля «12 жемчужин», которые съехались в Ульяновск из 14 регионов страны и Казахстана. Здесь же на площади Ленина в казачьем корене можно было познакомиться с реконструкцией повседневной мирной жизни казаков, а также посмотреть показательные выступления воинов-казаков «Казачьи игры». «Основное у нас направление 15-17 век казачества. Так что вот традиции, все эти быты, их жизнь, как они сражались, как жили, как женились, все это вот изучаем и рассказываем народу. И также воспитываем ребятишек в духе патриотического, защиты нашей земли, чтобы у нас поколение росло действительно настоящее. Пусть у всех будет благодатно все, небо чистое, добраем и всякий весе». Гильдия ульяновских кузнецов развернула свою площадку, где на радость ребятишек они изготавливали «Кованые обереги». «Эта акция посвящена развитию культурному и историческому наследию России, чтобы люди знали, где их корни, что было у нас, что мы восстанавливаем утерянное. Послание нашим потомкам, нашим детям, чтобы не забывали великих отцов, предков. Желаю ульяновцам и, конечно же, своим согражданам чаще улыбаться, верить в хорошее, быть трудолюбивыми и не забывать про родных и близких». Шумно и весело было на интерактивной площадке традиционных народных подвижных и настольных игр, которую организовали участники Третьей Всероссийской творческой лаборатории «Воспитание традиции». Они познакомили юных ульяновцев со старинными, к сожалению, забытыми играми. А вот площадка «В каждом сердце любовь или просто влюбленности» превратилась в зону для фотосессий и прогулок. Заодно здесь актеры ульяновского молодежного театра показывали мастер-класс по пантомиме. Пользовался популярностью и мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Каждый, кто изъявил желание служить по контракту, прямо на месте писали заявление с просьбой принять их на службу в воинскую часть, которую они выбрали. И таких желающих защищать родину по зову сердца оказалось предостаточно. «Поздравляем всю Ульяновскую область, город Ульяновск с замечательным праздником, День России, всех благ земных, счастья и здоровья всему населению города-героя Ульяновска. Тем временем в здании правительства состоялась церемония вручения государственных и региональных наград и паспортов. Почти 50 жителей Ульяновской области были отмечены грамотами, благодарностями, ценными призами и медалями, а 12 молодых людей получили паспорта из рук губернатора». Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Олл Правда ТВ. Архитектурный фестиваль стартовал в центре города. Экскурсии, лекции, посещение самых ярких объектов, организованной для всех желающих. С чего начался ликбез по зодчеству и какие цели преследуют организаторы? Подробности у Виктории Черковой. До революционной жемчужины рядом с деревянным симбирским зодчеством компанией составил советский модернизм. Как известно, центральные улицы города играют красками разных стилей и эпох. Полюбоваться на местные красоты приехали иногородние архитекторы. Так, с культурного похода начался форум «Урбан-фест Ульяновск». Михаил Капитонов, организатор экскурсии, утверждает, что это не просто прогулка на свежем воздухе. «Наша задача сегодня – анализ текущего состояния улицы Ленина и площади Ленина-Соборной. Для этого у нас как раз в первой половине дня экскурсия, когда мы проходим от начала до конца эти пространства, изучаем интересные факты из прошлого, смотрим, что сейчас тут происходит». Как благоустроить и сделать еще интереснее. Приезжие делегаты посмотрели свежим взглядом на привычные нам окрестности. Свои заметки они уже сделали. Позже им предстоит обсудить свои идеи с жителями нашего города. Урбанисту из Тольятти Марии Степановой понравилась территория Ленинского заповедника. Однако, по ее мнению, чего-то там все-таки не хватает. «Лично у меня сложилось ощущение музейности этой улицы, большое количество сохранившихся зданий, хорошее состояние этих зданий, сохранившаяся морфология, но нет какой-то активности, не хватает какого-то ритейла, может быть, каких-то кафе, небольшой уличной торговли, то, что бы оживило эту зону. Опять же, если вдруг у жителей есть такой запрос, я бы его поддержала». По словам экспертов и организаторов, симбиряне активно предлагают свои дизайн-проекты. Форум оказался полезен и тем, что в Ульяновск приехало множество квалифицированных специалистов. Здесь они делятся опытом и помогают воплотить в жизнь программу формирования комфортной городской среды. «Мы пригласили лучших специалистов, которые у нас есть в стране, для того, чтобы поделиться практикой, опытом, пониманием, куда двигаться дальше». Экскурсия закончилась, а форум «Урбанфест» продолжается. До 28 июня на площадках Ульяновской Димитровграда будут проходить тематические мероприятия, воркшопы и встречи с местными жителями. Виктория Черкова, Юрий Конихин, новости Уллправды ТВ. Качество и безопасность ульяновских дорог оценили эксперты дорожной инспекции Общероссийского народного фронта. Их работа – проверять очаги аварийности, освещенность переходов и качество дорожной разметки на территории всей страны. Проблемные участки для специалистов отмечают сами жители на специальной карте убитых дорог. К слову, это уже третий визит ревизоров в Ульяновск. О том, какой маршрут на этот раз выбирали общественники, расскажет Рината Алиулова. На своем мини-вене они в третий раз приезжают в Ульяновск, чтобы вновь оценить качество и безопасность дорог. Специалисты дорожной инспекции Общероссийского народного фронта на этот раз проехались не по центральным улицам, а заехали в частный сектор. Такой маршрут им продиктовали сами жители, которые отмечают наиболее проблемные, по их мнению, участки на специальной карте убитых дорог. Ну вот если говорить про статистику Ульяновска, то здесь показатели достаточно низкие. Добавлено мало дорог, это всего 244 участка, за которые граждане проголосовали. Отдано мало голосов и по нашим данным, которые есть, всего 6 дорог отремонтированы с этого списка. Но это совсем небольшие показатели. Низкие показатели, по мнению участников дорожной инспекции, связаны именно с преобладанием в городе частного сектора. Путь движения автомобилей, пролегающего через него, относятся к четвертой категории. То есть это дороги с максимальной шириной 6 метров. Такие участки, как оказалось, составляют 80% от общей протяженности всех магистралей города. Но и это полбеды. Самая большая проблема, связанная с дорогами Ульяновска, это даже не отсутствие асфальта, а то, что нет освещения. В городе темно и нет разметки. То есть для нас, как иногородних, было очень проблематично проезжать некоторые перекрестки. Совершенно непонятно, куда ехать. В этом специалисты УНФ убедились сами. Свою работу они начали уже поздно, вечером с 12 на 13 июня. Проезжая в полночь по местному времени, перекресток на улице Федерации Тухачевского, они погрузились во тьму. Фонарь над пешеходным переходом не горел, да и вся улица была, мягко говоря, не освещена. Не обманывали не только глаза, но и специальный прибор, на экране которого горели показатели в ноль люкс, что говорит о полном отсутствии освещения. При этом здесь уже были случаи, вот в прошлом году, по-моему, 4 или 6, надо будет утащить информацию, случаев, что забивали пешеходов. Вот, и действительно опасное место, и вот таких мест в городе очень много. Да, здесь есть разметка, которую, опять же, надо обновить, но абсолютно отсутствует какое-то освещение. Эти фонари не работают, но даже если бы этот фонарь работал, необходимо устанавливать дополнительные мачты освещения на пешеходных переходах. Эксперты вернулись на этот участок уже утром вместе с журналистами, чтобы задать вопросы представителям городской администрации. Как заверили вторые, с фонарем разберутся в частном порядке, а безопасность перекрестка увеличат с помощью новых светофоров. У нас два светофорных объекта в этом году вводятся новые. Вот этот перекресток, Федерация улица Тухачевского. Здесь было в прошлом году 4 дорожно-транспортных происшествия, 3 наездных пешеходов, одно столкновение, 7 пострадавших. Поэтому его включили в план работы. На второй проблемный участок контролеры вышли с дорожно-измерительной рейкой. Сейчас на перекрестке улицы Роза-Люксембург и Тимирязева идет ремонт. Дорожные рабочие подбивают рельсы, засыпают щебень и утрамбовывают его. В связи с этим здесь есть временные неудобства. Однако жители твердят, что понятие «временно» давно затянулось. Машины продолжают оставлять здесь колеса, а люди смотрят в оба под ноги. К этим проблемам общественники добавляют отсутствие света. Фонарь тут тоже не работает. В соответствии с ГОСТом 505-97-2017 трамвайные пути, находящиеся в пределах проезжей части, от своей, так скажем, верхней части, не должны иметь выступ над остальной проезжей частью, грубо говоря, над асфальтированной, больше двух сантиметров. Усомнились региональные представители ОНИФ и в качестве щебня. Какой щебень здесь используют? Вот этот, вот тоже вопрос очень важен, между прочим. Да, видите, он уже превратится в глину через какое-то время. Хорошо, в лабораторию дадим проверить, какую щебень используется, без проблем. Мы сколько раз говорили насчет щебня. Гранитный щебень. Не, неоднократно, что используется щебень должен не меловой, а именно гранитный или серьезный. А здесь вот мы видим даже визуально. Ну, посмотрим, как оно будет, покажет. Далее участники рейда проехали за Волгу, где на улице Ворской идет капитальный ремонт. Здесь общественники усомнились в правильности выполнения работ. Возникает вопрос, зачем сложилось сначала асфальтовое покрытие, а после асфальтового покрытия начинается укладка бордюрного камня. По моему мнению, я считаю, что сначала должен выставлен был бордюрный камень, а затем единым полотном должна улица была заасфальтирована. В свою очередь, Игорь Бычков заверил, технология правильная, просто участок специфический, поэтому и пошли другим путем. Значит, здесь выполнена работа по укладке нижнего слоя асфальтобетона. Это данный участок улицы, меняется профиль. То есть, здесь посередине аллеи будет сделан тротуар, вдоль аллеи борт камень будет выставлен, и уклон, соответственно, делался такой, чтобы сток уходил в сторону, чтобы вода на этом участке не стояла. К диалогу присоединились местные жители, которые попросили ограничить движение на участке от улицы Меликеской до Ворска в часы пик. Даже не столько ограничить, сколько проконтролировать исполнение дорожных знаков. Объезжая светофор, автовладельцы проезжают по грунту, поднимая пыль. Ну, вереницы идут в пиковое время машины. Дышать нечем. Вот. Знаки поставили. Ну, хорошо, и грузовые идут, и легковые идут. Ну, хоть бы раз, два ГАИ проконтролировали установки этих знаков. Нет ни одного раза такого. После Ульяновска эксперт УНФ проверит дороги в Пензе. За два года на карте убитых дорог жители страны отметили 42 тысячи участков. 30% этих дорог, благодаря проверкам независимых дорожных экспертов, либо отремонтированы, либо добавлены в план ремонта. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Проблема автомобильного общественного транспорта в Ульяновске, пожалуй, одна из самых острых. Особенно, когда это касается транспорта муниципального. Ульяновскому ПТП-1 уже не первый год сложно составлять конкуренцию частным автоперевозчикам. По городским маршрутам его автобусы ходят исключительно в час пик. И лишь пригороды они ходят весь день, правда, с весьма большими интервалами. Причина здесь довольно проста – нехватка подвижного состава. Из 140 автобусов предприятие больше половины на данный момент требуют или списания, или капитального ремонта. Однако, уже этим летом ситуация должна кардинально измениться. План поздравления по ТП-1 руководство областного Минпромтранса озвучило на недальнем совещании с участием губернатора Сергея Морозова. План этот довольно прост. В июле-августе 2019 года муниципальный перевозчик получит 50 новых автобусов средней вместимости. А в начале 2020-го предполагается закупить еще 25 машин. Чтобы эти закупки не ударили по бюджету, ведь каждый из автобусов стоит не менее 3 миллионов рублей, приобретать их будут в лизинг. Новый транспорт в первую очередь будет обслуживать городские маршруты. Не исключено, что именно этим автобусам предстоит первыми опробовать на себе новую транспортную схему, которую также обсуждали на совещании. От ее внедрения в областном Минпромтрансе не отказываются. Однако водиться она будет не так жестко, как об этом говорилось ранее. Как минимум, речи о сокращении дублирующих маршрутов уже не идет. Сейчас мы не ставим цели сократить количество маршрутов. Мы понимаем, что это в любом случае доставит неудобства для наших с вами жителей. Отмена того или иного маршрута, она всегда воспринимается болезнью. Сегодня мы говорим о том, что сначала надо сформировать костяково-магистральные маршруты, а в дальнейшем уже плавно работать по так называемым подвозящим маршрутам. Эту работу мы уже планируем выполнить в течение двух лет, чтобы она прошла максимально безболезненно для жителей. Первыми из этого костяка должны стать маршруты, которые соединят новые микрорайоны Ульянска с центром города и градообразующим предприятием. Причем планируется, что ходить по ним будут автобусы как минимум средней местимости. Поэтому, если коммерческие перевозчики решат направить по ним свои автобусы, им нужно будет подстраиваться под предъявленные требования. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Новости Уллправда ТВ. Молоко – это крупная отрасль промышленности и один из главных продуктов на столе россиян. Питательные жидкости посвящают пословицы и крылатые выражения. И даже придумали свой праздник – Всемирный день молока. О том, как прошло мероприятие в Ульяновске – в нашем материале. Ульяновский дату широко отмечают с 2013 года. Традиционно в начале июня на площади Укровеческого музея появляются многочисленные палатки, привлекая жителей яркими вывесками и возможностью продегустировать молочную продукцию. Кефир, йогурт, ряженка, сыры – голодным не останется никто. Мы уже на Дне молока второй раз, то есть в том году нас приглашал в Министерство сельского хозяйства. И в этом году мы приехали. Привезли ряженку, капленку, молоко цельное, сыры, качета, брынза, ряженка с пеночками. День молока в Ульяновске – это не только отличный повод для горожан ознакомиться с продукцией местного производства, но еще и честное не лучших товаропроизводителей. У нас достаточно активно развивается сельскостаропроизводитель, и все, что касается молочной отрасли, у нас динамика одна из лучших в Российской Федерации. Мы буквально за 2018 год являемся лидерами по темпам роста производства молока. У нас, вы знаете, что каждый год мы практически реализуем по одному-двум крупным инвестпроектам по жирноводческому комплексу молочного управления. Ну и, конечно же, ряд сельскостаропроизводителей, это, мы называем, фермеры, которые постоянно занимаются, скажем так, реконструкцией, модернизацией, обновлением продуктивного скота. Оценить полезные свойства предложенной продукции можно было, не отходя от места праздниц. На площадке работала переносная лаборатория Ульяновского государственного аграрного университета, где студенты и преподаватели определяли качество молочки. Организаторы даже привезли на праздник корову и предложили жителям ее подоить. Кроме дегустации работал контактный зоопарк, фотозоны, проводились конкурсы. Шикарный праздник, огромное спасибо. Так все здорово, красиво, весело, очень вкусно. Мы все перепробовали, достались довольны. Есть все для взрослых, для деток. Огромная вам благодарность, спасибо. Молочный праздник собрал несколько тысяч горожан. В завершении развлекателей программы всех участников ждал розыгрыш призов. В День России Ульяновской филармонии приготовила для ульяновских ценителей классической музыки большой подарок. Концерт, где играла музыка самого исполняемого композитора в мире, Петра Ильича Чайковского. Программу исполнили музыканты Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский» под руководством дирижера Илья Дербилова. В качестве приглашенных музыкантов выступили Иван Сканави, Виолончель и Константин Емельянов фортепьяно. Ребята – участники предстоящего международного конкурса имени Чайковского. Очень приятно, что этот концерт проходит у нас не просто как наш концерт, посвященный Дню России, а проходит как концерт, подготовка и концерт навстречу конкурсу имени Чайковскому, 16-му конкурсу, который сейчас проходит, вот будет проходить в 16-й раз уже в нашей стране, один из наиболее, наверное, крупных конкурсов для молодых музыкантов. Ну, для каждого музыканта это очень важное событие, такой крупный конкурс, как конкурс Чайковского, а для русских музыкантов в особенности. И, конечно, я думаю, что это вот было моей мечтой. Музыка великого русского композитора Петра Ильича Чайковского в День России подчеркнула величие и мощь российского государства, а выступление молодых талантливых музыкантов – духовное богатство русской земли. Открыл концерт «Славянский марш», завершил первый фортепьянный концерт. Выступление молодых музыкантов прошло при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». В эфире «Улправды.ТВ» выходит передача «Разговор о медицине». Новый выпуск посвящен актуальному для лету вопросу «Солнце и кожа». Как не получить солнечный ожог? Какими средствами защиты необходимо пользоваться? Почему нежелательно намазывать сметану? И опасны ли солнечные лучи в тени? На эти и другие вопросы отвечает врач-дерматовенеролог Рузеляй Хайруддинова. Выпуск передачи уже можно посмотреть на нашем сайте «Улправда.Ру» и на нашем YouTube-канале. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе будет прохладно. В Ульяновске температура воздуха составит 17 градусов по Цельсию. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале «Управда.Ру» по будням в 18.50. До завтра!